Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим нашу работу по созданию шаблона книжки-раскладушки задание 18, часть 2 Я тут на досуге попробовал немного усложнить нашу книжку сделать ее в движении, в динамику В итоге выяснилось, что это достаточно хлопотное занятие К тому же требуется достаточно мощный компьютер и не самый маленький размер экрана дисплея Поэтому я решил сделать два варианта по этому заданию Первый будет, так сказать, облегчить облегченый где книжка у нас в неподвижном состоянии открывается только страницы И второй вариант это книга в динамике вместе с клепартом на ее страницах Сегодня мы будем делать первый вариант со статичной книжкой Хочу сразу обратить ваше внимание, что в конечном итоге мы должны получить шаблон Шаблон книжки-раскладушки И желательно, чтобы тема шаблона, тематика была разной Это означает, что тем из вас, кто может самостоятельно подготовить фоновое изображение и подобрать клепарт Нужно выбрать какую-то тематику из очень многих И использовать с самого начала картинки из этой тематики И в итоге мы получим несколько шаблонов, я надеюсь, с разной тематикой по книжке-раскладушке Тематики могут быть совершенно разными Какая из которых вам ближе, выбирайте сами Это поздравительные, юбилейные, свадебные, новогодние, детские, что угодно Прежде чем перейти по строению новых слайдов Мы подкорректируем первый слайд А до этого нам надо скопировать Из первого задания два слайда, то, что мы создали Правой кнопкой мыши копировать И добавить новую презентацию Так мы создадим проект В закладках кликаем правой кнопкой мыши И выбираем добавить новую презентацию Присваиваем ей название Урок 18.2 И создаем Вставляем скопированные два слайда И сохраним сразу эту презентацию И за одну проекта Только что созданной Для этого в меню файл Выбираем сохранить проект И в самую нижнюю строчку Сохранить проект и все презентации Сначала нам предлагается сохранить проект Добавляем еще сюда Слово урок 18.2 Сохраняете файл презентации В той же папке Где урок 18 заданий И далее предлагается сохранить проект Для этих двух презентаций Под названием 3dbook Также сохраняйте в этой папке Значит в первом слайде Нам надо сделать кое-какие изменения Сначала я упустил из вида Что мы все слои вверху собрали В одну позицию по Y И при появлении Книжечка у нас немного Как бы тонковато смотрится Это надо откорректировать сейчас И заодно мы сделаем тень Которая будет появляться под книгой Если мы уменьшим масштаб окна То видим Наши книжки вверху Наши слои вверху Которые расположены Позиции по Y В одной точке Поэтому она не успевает Раскрываться до нужной толщины Мы сделаем так Мы уменьшим масштаб Процентов на 20 И сделаем расстояние между слоями В первом ключевом кадре По процента Начинаем снизу Самый нижний слой Сделаем масштаб 50 И позицию 67 Следующий слой Имеет такую же позицию Как и предыдущий 67 Это первая страница И обложка нижняя Масштаб 50 Далее мы уже Поднимаем На пол процента Поднять Это означает Добавить в минус То есть Минус 67 Семь с половиной Будет следующий слой 67 С половиной 50 68 Все это делается В первом ключевом кадре Масштаб 50 Масштаб 50 С половиной Все с минусом 69 И далее Все четыре слоя Имеют у нас Одну позицию Минус 69 С половиной Масштаб 50 Ну тень имеет Тень имеет Тоже позицию Как и предыдущий Так Ошибочку сделал 69 С половиной 50 А следующие Два слоя На пол процента Повыше Это будет Минус 70 Минус 70 И 50 Я Слой надписи Оставляю Все время В принципе Если кому-то Не нужен То соответственно Его можно удалить Если у вас Надпись На обложке Посмотрим Что у нас Получилось Вот теперь Идет уже Более В симпатичном Виде Появления Меньшего Размера И увеличивается Само Концу Сделаем Сделаем Теперь Тень Под Книжкой Для этого Мы Создаем Дубликат Нижней Обложки Чтобы Чтобы Уменьшить Вес 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 Правая Правая Кнопка Кнопка Мыши Копирует Настройки На Solid Color Ставим Градиент И Отмечаем Какой Слой Будем Конвертировать Дубликат Дубликат Обложки Копируйте Закрыть Вспомогательный Слой Solid Color Можно Удалить А Верхний Дубликат Конвертированный В Solid Color Мы Сейчас Будем Доводить До Кондиции Для Начала Нужно Установить Размер Нужный То есть Соответствующий Размеру Нашего Альбома 1600 На 1100 Далее В Коррекции Сделаем Блюр На 100% Прозрачность 80 Так Окей И Масштаб Значит Значит В первом Ключевом Кадре Масштаб 120% Позиция 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 У 0 И Прозрачность Прозрачность Масштаб Масштаб 90% В третьем Ключевом Кадре Позиция По Y 73 Оставим Масштаб 90% Посмотрим 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 Что у нас получилось Масштаб Так Вначале Немножко Можно Уменьшить Масштаб Книжка Книжка У нас Была Уменьшена Поэтому Сделаем Первом Ключевом Кадре Там 50 Посмотрим Сейчас 80 На 100% Многовато 0 90 Давайте Остановимся Теперь Нам Необходимо Добавить На Звуковую Дорожку Музыкальное Сопровождение Нам Нужно Будет Подбирать Длину Слайдов Под Такт Музыки И Делать Это Желательно При Наличии Музыки На Звуковой Дорожке Для Этого Мы Кликаем На Звуковой Дорожке Правой Кнопкой Мыши Открыть Менеджер Звука Укорачивается На До последнего Слайда Выбрано До последнего Слайда Переходов У нас Нету Как в первом Варианте Последнего Перехода Поэтому Выбираем Последний Слайд И Ставим Галочку Добавляя Слайды У нас Не будет Болеть Голова О том Что Музыка Будет Всегда В конце Последнего Слайда Добавим Еще Один Пустой Слайд Чтобы Увеличить Звуковую Дорожку По Времени И Посмотрим Такт Музыки Начинается Вот В этом Месте Сейчас Мы Проиграем Второй Такт Третий И так Далее Значит Мы Сдвигаем Звуковую Дорожку Сейчас Таким Образом Чтобы Момент Начала Такта Совпал С началом Второго Слайда Ну Примерно 0.4 Секунды По времени Надо Сдвинуть Сдвиг В минус 0.4 Даже Многовато Получилось Поставим 0.3 Хорошо 0.3 Теперь Смотрим Второй Такт У нас Начинается Где-то 12.5 Секунд Для Этого Мы Уменьшим Время До Четырех С половиной Пустого Слайда И Подкорректируем Сейчас Еще Поменьше Секунды 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 4,327. 4,3 поставим. 4,3 секунды. Начинается второй такт. Теперь надо слайд номер 2 увеличить до размера одного такта. 2 секунды сам слайд. И плюс 4,3 секунды. То, что мы сейчас выяснили. Итого 6,3 секунды. Для того, чтобы увеличить длину слайда, нам необходимо сделать следующее действие. Без ущерба я имею ввиду для наших настроек в ключевых кадрах. Открываем редактор ключевых кадров. И сдвигаем последние ключевые кадры у всех слоев, где присутствует динамика. Это у нас практически все слои, за исключением фона. За исключением фона. Поэтому выделяем ключевой кадр. Предпоследний внизу. Далее обводим ластиком. Зажатый клавишей shift. Вернее контур. И самый верхний еще. Вот все ключевые кадры у нас выделены. Проверяем еще раз. За исключением фона. И сдвигаем их на полсекунды влево. Ставим время полторы секунды. Кликаем применить. Далее переходим на статичный слой фона. Кликаем правой кнопкой мыши на втором ключевом кадре. И выбираем добавить, уменьшить время. 4,3 секунды надо прибавить к этому слайду. Ставим 4,3. Ок. Общий и продолжительный слайд у нас стал 6,3 секунды. Это длина такта музыкального сопровождения. Теперь нам надо откорректировать в редакторе ключевых кадров наши сдвинутые ключевые кадры. Время у них было 2 секунды. Соответственно, нужно будет и 2 секунды поставить. Выбираем. Установить время. 2 секунды. Так, смотрим еще раз, чтобы все были. И затем кликаем в конце, создавая дубликат ключевого кадра для фиксации положения. Таким образом, мы увеличили длину слайда, сохранив неизмену в виде время и динамику открытия обложки. Кликаем применить и смотрим как у нас получилось. Женщугами звездочки просыпаны по небу. Спят сыночки, дочень. Отлично. Теперь надо на время статичного положения обложки нам разместить соответствующий клепарт на нижней странице. Нам нужно еще продублировать слой обложки. Вот этот, который создает объем. Если мы протянем бегунок, то видим, что появляется полоска в корешке. Так как слой стоит выше нижней страницы, которая статична. Для этого мы создадим дубликат слоя. И один из них опускаем ниже статичной страницы внизу. Он должен появиться у нас во второй половине. А в первой половине должна появиться вот эта часть. От первого до второго ключевого кадра. Второй ключевой кадр. Ставим здесь галочку значения минус 90. Здесь у нас в принципе можно сделать так выделить. конвертировать в статичный ключевой кадр. То есть проставляются везде галочки. Удаляем оба ключевых кадра. В конце оставляется только первый и второй. Вот на этой части. Второй слой наоборот будет идти от второго ключевого кадра и далее. Делаем здесь также конвертацию в статичный ключевой кадр и удаляем первый. Смотрим что у нас здесь в модификаторах на минус 2. но так как у нас сейчас этот слой разделился то в принципе можно сразу здесь убрать модификатор и поставить значение 66 на всех ключевых кадрах. В верхнем то же самое. Модификатор можно убрать вообще. 68 нам нужно для верхнего положения. Смотрим еще раз результат. объем сохраняется и далее подключается второй слой уже. Я поменял здесь обложку и соответственно коррекция уже не совсем подходит для этой обложки светлого фона. Поэтому если у вас будут другие обложки то говорится корректируйте соответственно. нужно уже что-то другое. Так белое по-моему 30 вот так хорошо нам нужно еще подкорректировать в дубликате слоя в котором мы создали объем обложки коррекцию но это я корректирую для своей обложки значит здесь убирается и добавляется белая точка 30 так же как и в другом 30 30 так смотрим можно опять поставить галочку и смотрим на более крупном экране звук можно в принципе пока убрать из видимости чтобы у нас обзор был получше проверяем все детали в принципе нормально теперь добавляем клипарт наши картинки которые подготовлены к данной тематике мы ставим самый верх самый верх добавляем можно из папки можно перетаскиванием смотрим что у нас тут есть вот такое дерево масштаб процентов 50 ну в зависимости от того какой у вас клипарт и какие картинки вытянутые сжатые соответственно и масштаб можно подбирать но там надо будет и коррекцию делать потом и размещаем его в каком нибудь месте так картинки у меня уже с тенью как вы видите здесь снизу это нам позволит меньше в PSP изгаляться тени сложно сделать в фотошопе на прозрачном фоне все и ставим ну скажем так минус 30 минус 30 и 10 копируем первый ключевой кадр теперь надо настроить открытие открыть идет 2 секунды передвигаем второй ключевой кадр на 2 секунды положение в первом ключевом кадре будет такое же как и наклон они имеют так же как и наших страниц нижней страницы это минус 80 по горизонтальной оси и соответственно тут уже надо поменять на 50 по Y центр вращения первым вторым ключевым кадром в нижнюю точку даже не 50 а 48 по-моему я сделал центр вращения у основания картинки клип арт потом мы с вами зайдем в photoshop и кое-какие моменты там нужно будет отметить 48 или 44 44 наверное тоже нет под основание вот здесь то же самое 34 ставим на первом ключевом кадре смотрим еще раз расположение может быть по Y чуть пониже опустить на 15 и теперь смотрим открытие так обложка у нас должна быть выше вот это точно теперь надо поднятие нашего дерева таким образом настроить чтобы оно до на целых дву десятых секунд было пониже чем наша обложечка для этого мы сделаем следующее сдвигаем первый ключевой кадр на 0,2 секунды даже меньше чтобы позже стартовало поднятие затем делаем коррекцию в ключевом кадре 1 параметров контрастность минус 100 и белая точка минус 100 так немножко у нас тут резко появляется дерево так не минус 80 а минус 90 поставим первым ключевом кадре чтобы оно вообще лежало и первую ключевую сдвинем на 0,1 вот так уже так уже хорошо окей ставим в конце ключевой кадр фиксации и в итоге у нас вот таким образом появляется дерево значит сделаем ему небольшую раскачку добавим значение во втором ключевом кадре по наклону от минус 90 до нуля мы сделаем ему немножко зашкаливания плюс 20 потом как бы возвращается до минус 10 сети и еще один ключевой кадр встает уже вертикально 0 как-то не так у нас колышется дерево наклон у нас не в ту сторону не в минус 90 а в плюс вперед плюс затем идет минус 20 далее плюс 10 и возвращается в 0 вот это уже другое дело окей у нас наклон противоположный от страницы если у страницы минус 90 то дерево в первом ключевом кадре плюс 90 вперед теперь надо создать дубликат сделать пару теней дублируем слой нижние переименовываем тень первой тень 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 у нас будет стоять за деревом значит ее надо по высоте на пол процента ниже сделать четырнадцать 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 с половиной и то же самое здесь четырнадцать с половиной изменить и изменить коррекцию тень так значит глобальных 50 процентов прозрачность и 100% черная точка, светлая тень у нас будет, а здесь коррекции нам надо убрать вот эти значения, обнулить в первом ключевом кадре и таким образом мы создаем небольшой объем и вторую тень которая будет от дерева в самом начале у нас появляться надо опять продублировать верхний слой опустим его вниз и назовем немножко по-другому вторая тень коррекции надо поставить размытие 30 прозрачность 50 и белую точку минус 100 вот такая полупрозрачная серая тень будет подниматься снизу высота такая же как и у нашего основного слоя но наклон надо поменять в первом ключевом кадре вот тут мы посмотрим насколько 100 градусов первым ключевом кадре и 88 небольшой тень мы паузчику оставляем 88 то же самое здесь здесь можно галочку убрать и поставить в конце 88 тут тоже убираем нижняя тень у нас раскачиваться не будет наклон изменим немножко у нас получилось за дерево поставим 93 и в коррекции надо убрать значение от дубликата вот эти контрастность и белую точку и так может быть еще даже блюр увеличить хорошо оставим так проверяем так оставляем я думаю что слишком много клип арта расставлять на странице нет большого смысла все таки у нас альбом должен содержать фотографии фотографии кстати можно добавлять в виде фото как в альбом с уголками или размещать на всю страницу вместо фоновой картинки вот здесь ну посмотрим сначала давайте с клипатом разберемся теперь мы просто дублируем самый верхний слой и заменяем это изображение на что-то другое ну скажем вот эту принцессу соответственно нам надо изменить позицию по yx можно вывести на передний план масштаб 50 оставим 50 подкорректируем позиции до хороших чисел 20 минус 4 так вот здесь минус 4 20 и вот здесь тоже смотрим начало подъема попробуем с самого начала нам главное чтобы при подымании фигурка не выходила за контур верхней обложки в самом начале вот так оставим так теперь они у нас раскачиваются одинаково чтобы это изменить можно передвинуть просто напросто ключевые кадры немножко с теми же значениями но слегка передвинуть чтобы у него было не синхронное раскачивание так теперь снова что нам проще сделать создать дубликаты нижних или этого слоя наверно нижних там все настройки уже стоят мы просто создадим дубликаты и поменяем позицию у этих слоев и ключевые кадры потом надо будет совместить так так дублируем первую тень поднимаем вверх заменяем картинку позиции минус 4 20 здесь у нас будет минус 4 19 половины на пол процента выше стоит картинка минус 4 19 половины далее здесь автоматически просчитывается и в конце ставим также минус 4 19 половины осталось еще совместить ключевые кадры но это можно будет сделать сразу когда и другой ключевой другой слой добавим тени третий третий слой дублируем поднимаем вверх меняем картинку и позиции у нас здесь такие же как и в верхнем слое минус 4 20 минус 4 20 минус 4 20 минус 4 20 теперь открываем редактор ключевых кадров и вот этих трех слоев то что мы сейчас подкорректировали мы изменим изменим вернее выровняем время в ключевых кадрах по верхнему слою по четвертому и то же самое здесь окей применить проверяем на первый ключевой кадр мы сдвинули самое начало тут нет эти 7 очень нюансы когда копируешь дублируешь другой слой за всем нужно следить но тут ножка я бы опустил слишком она быстро поднимается то есть время первого ключевого кадра на пять сотых вот так хорошо но осталось еще парочку картинок мы встречать я наверное сделаю это оффлайн что времени растягивать а потом посмотрим что делать в фотографии ну вот я добавил еще две картинки разместил их как положено и в итоге мы имеем по три слоя на каждую картинку сама картинка две оттеней и того 16 слоев на клип арт значит еще раз обращать внимание с помощью первого ключевого кадра можно настраивать момент подъема и надо рассчитывать все так чтобы у нас не торчали из обложки уши все настроили хватит с этим возиться давайте поставим фотографию значит фотографию ставим мы вот здесь или скажем на уголках при прикрепляем к фоновой картинке также будет подниматься вверх или заменяем фоновую картинку на фотографию но рассмотрим оба варианта скажем если мы заменяем значит делаем просто дубликат пока заменять не будем сделаем просто дубликат и ставим на это место какую нибудь фотографию так 6 на 4 ищем подходящую моя любимая поставили значит поглядим в принципе лучше если вот так на всю страницу то лучше кадрировать таким образом чтобы во-первых заполнить полностью маску и во-вторых чтобы у нас фокус был на главном объекте ну соответственно и фотографии подбирать мы можем здесь так так уже стоит крок ну ладно мы можем здесь мы можем здесь попробовать сначала убрать его посмотрим ну в принципе вот так можно и оставить видите здесь мы по сторонам выходим немножко пошире а по высоте оно все соответствует можно так и оставить как есть так а что мы тут в крополе 1600 на 100 в принципе тут ничего не надо было укропать что-то я нахимичил а здесь ну здесь нет кропа хорошо вот так у нас появляется фотография на всю страницу можно таким образом делать или ставить фотографию меньшего размера то есть фоновая страничка как бы у нас сохраняется но тут уже не имеет значения какое мы будем ставить соотношение сторон но желательно так как это шаблон все-таки какое-то одно направление выбрать скажем соотношение сторон 6 на 4 и потом можно шаблон написать рекомендацию использовать фотографии с одним тем же соотношением сторон скажем 3-2-6-4 или какой-то другой иначе будут путаться люди значит меняем масштаб попробуем на 50 процентов так так секундочку сейчас я посмотрю уголки 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 тоже 64 по-моему ну ладно ставим 50 посмотрим как это у нас выглядит можно 50 можно сделать 60 она 55 55 теперь нам надо ее поставить и она у нас будет стоять можно можно повернуть немножко значит позиция 0 y поставим 40 и минус 5 поворот 0 40 минус 5 поворот 0 40 минус 5 поворот поворот в конце также минус 5 поворот 40 и 0 масштаб 55 теперь центр вращения нам надо совместить его с линией корешка чтобы у нас совпадали центры вращения вот с этой вот точкой минус 50 для обложки маски и так далее это делается все визуально естественно можно поставить сетку чтобы лучше было видно ну маленькая очень картинка окошко можно увеличить но посмотрим ладно так начать по y минус 50 сделаем минус 60 минус 60 x y надо будет корректировать вернее по y 70 хорошо значит корректируем x y здесь спадает сейчас на крышке 0 61 с половиной 61 с половиной центр вращения минус 70 и первом ключевом кадре минус 70 0 0 и 61 с половиной теперь если у вас есть уголки готовы то можно продублировать и заменить верхнюю картинку на уголки 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 можно продлить с половиной и по и и и и и и так ну принцип понятен надеюсь тут ничего так особо сложного нет главное не забывать мелкие детали которые тут встречаются при дубликатах слоев что-то остается с других слоев надо корректировать менять чтобы все эти ошибочки как бы избегать их можно повыше по фотографии поднять центральная у нас фигура загораживает немного и фотографию повыше или эту принцессу немножко влево подвинуть так смотрим еще раз на большом экране так у нас тут торец слишком желтая не порт корректировал здесь по нуля это для моего для моей обложке у вас может быть другое 30 так стоит но все теперь вроде бы еще разочек хорошо ну еще один момент вы будете задание присылать желательно в таком виде но вы делаете деморолик так и у вас впереди стоит титульный слайд иногда приходит два слайда иногда с титульным слайдом обращаю внимание что никаких переходов до этих слайдов не ставить потому что это у нас все будет сбиваться но мы сейчас подкорректируем для титульного слайда звуковую дорожку и добавим сразу титульный слайд добавляем пустой слайд 6 секунд страшно 0 секунд 3 и 6 мы потом сместим все это дело значит титульный слайд 6 секунд ставим переход 4 и 2 4 секунды длительный слайд и 2 секунды перехода длительный слайд и 2 секунды добавляете там текст какой нужно 18 2 далее там все остальное переходы в самом тексте окей 6 секунд мы добавили теперь смотрим на звуковую дорожку и смещение минус 0 3 у нас 6 секунд прибавляем это будет 5 из 7 нет минус 6 и 3 вру плюс 5 из 7 плюс 5 из 7 окей посмотрим ну в принципе можно и не двигать ключевые кадры подумаешь немного помедленнее опускаются а чтобы вернуть в прежнее положение надо просто здесь поставить время 8 5 у первого ключевого кадра надо поставить 2 секунды и будет уже как по старому кроме фона и здесь фиксируем применится применится хорошо и еще один тот момент если очень такая светлая яркая картинка то начало можно затенить добавляется это у меня тут есть хорошая полупрозрачная картинка новый слой затенение поставим здесь 70 и в конце уходит а 0 прозрачность фантазии нет предела как говорится нужны что оставить ну все кажется на этом закончено второе задание упрощенное значит как присылать проект сохраняем презентацию далее выбираем меню tools собрать файлы презентации чтобы вы не путались что куда и к чему создаете специальную папочку урок 18 создаете папку скажем 18 2 в эту папку собираете все файлы вопрос работать с оригинальным шоу презентации или с тем что мы сейчас собрали выбираем с оригинальным то есть остается все здесь на местах и далее открываем урок 18 вот он проект вот он собран здесь никаких pxc и прочих файлов только psh и три папочки с картинками и аудио далее надо не вот эту папку архивировать а то что внутри нее находится выбирайте все файлы и папочки содержимое далее добавить в архив не в проект а урок 18 2 в принципе можно выбрать потом переименовать или вот так сделать добавить урок 18 2 рар окей и вот эту папочку уже присылайте на проверку я ее открываю разыгрываю в имя архива папочку и у меня тут все как бы в порядке под своими именами урок ну все теперь теперь кажется всем желаю всем удачи и успехов всего доброго забыл совсем хотел показать фотошопе подготовку клип арта у меня вот такой файл pst куда я добавлял клип арт и создавал для него тень в принципе для упрощенного задания тут не так важно как размещать здесь у меня маркер стоит красный главное что там можно нужно тень добавить но тем не менее этот файл загружен на форуме можете его тоже использовать размер палатна 600 на 600 пикселей это вполне достаточно для наших картинок на странице книжки перетаскиваете сюда клип арт свою картинку уменьшаете его масштабе подгоняется под размер холста и размещаете над красным маркером вот этим красный маркер у основания внизу и тень создается я создавал тени с помощью маски заливал слой черным цветом добавлял маску и потом маска тоже залита черным цветом кисточкой с размытыми краями белым цветом можно задать тень или каким-то другим способом в конце когда вы сделали тень для картинки маркер надо убрать белый слой снизу тоже отключить и вот таком виде сохранять картинку формате png на прозрачном фоне тогда у вас картинки будут примерно все одинакового формата размера и заменять их будет гораздо проще с помощью дублирования слоев и замены слоев картинок одни на другие ну теперь теперь кажется все желаю всем удачи